Добрый вечер! В эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Проект закона о республиканском бюджете, о мерах социальной поддержки и многое другое рассмотрели и одобрили депутаты на 32-й сессии Народного Собрания. Запланированные мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса республики завершены, а подготовки к осенне-зимнему периоду, говорили общественники. Очередное детское дошкольное учреждение распахнуло двери. На этот раз детский сад Ясли Марамыс на 80 мест открыл Савуле Эльбурган. Семейные ценности народов Карачао-Черкесии как основа благополучия региона. В Черкесске прошел круглый стол на эту тему. Сегодня прошла 32-я сессия Народного Собрания Республики. Под председательством спикера Александра Иванова в режиме аудиоконференц-связи парламентарии рассмотрели более 20 вопросов, рассмотренные принят. В первом чтении проект закона Карачао-Черкесии о республиканском бюджете на 2022 год. Также о мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родители являются инвалидами. Закон о некоторых вопросах, связанных с реализацией в республике отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации. Проект закона разработан по поручению главы Рашида Тимрезова, а также в связи с изменениями федерального законодательства. Суть изменений в том, что с 1 января 2022 года многодетным семьям, получившим бесплатно земельный участок, будет однократно выделяться на строительство жилых домов до 20 кубометров древесины в круглом виде. Внесены изменения в закон Карачао-Черкесии об Общественной палате республики. Ее членами запретили иметь гражданство иностранного государства. Рассмотрен и одобрен вопрос о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В Общественной палате Карачао-Черкесии обсудили готовность сферы ЖКХ республики к работе в осенне-зимний период. В течение всего подготовительного периода комиссия Общественной палаты мониторила ситуацию. Какие выводы сделаны, расскажет Мураджан-Кезов. Комиссия по экологии, строительству ЖКХ и дорогам Общественной палаты мониторила ситуацию в течение всего подготовительного периода. Члены комиссии отметили, что проведенная работа органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями и предприятиями ЖКХ дала определенные положительные результаты. «В этом году у нас похолодало рано. Прям необычный был холодный сентябрь и начало октября. Спасибо большое, что отопительный сезон начался раньше в детских образовательных учреждениях и медицинских учреждениях. Об этом позаботилась исполнительная власть. На это обратили внимание». Запланированные мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса республики завершены в полном объеме. Всем теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности. Отопительный сезон начат повсеместно с 27 сентября. Из существенных сбоев подачи тепла отмечено не было. «Хотел бы отметить с положительной стороны у нас по информации, по той работе, которую провели по районам. Неплохие результаты у нас по подготовке зимы Урупский район. Неплохие результаты Ужиутинский район. Ну, совсем уж, да, в городе Черкесске, столице нашей республики, основной объем жилищного фонда, все мы понимаем. Ну, здесь работает 20 управляющих организаций, об этом я же говорил. Здесь, в основном, жалобы отсюда идут». Представители управляющих компаний отчитались о подготовке к осенне-зимнему периоду. Работа идет полным ходом, без нарушений. Жалобы и вопросы стараются решать по мере поступления. Идет активная работа с населением. «Проводятся однозначно меры по подготовке, потому что без них, конечно, мы провалим отопительный сезон. Делаются и промывка, и опрессовка, при том, в присутствии энергоснабжающих предприятий, которые где-то есть у нас и видеосъемки они проводят, и фото, и видео, и все остальное. Готовятся паспорта и стараемся вовремя». «Я считаю, что необходимо, естественно, взаимодействие, необходимо повышать уровень, ну, обслуживание домов и поставку, конечно, теплоносителя нормировано. Но у нас происходит это. Мы стараемся, во всяком случае, соблюдать все нормы. Разрабатываются у нас температурные графики работы котельных, которые, естественно, соблюдаются, и мы не можем там нарушать их. Поэтому я считаю, что работа в целом, если сказать о ресурсоснабжающей организации управляющих компаний, работа в целом ведется». Члены общественной палаты выступили с инициативой создать в республике ассоциацию управляющих компаний для того, чтобы создать качественную конкурентную среду в отрасли управления домами. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 30 249 человек. Из них 26 089 выздоровели, 496 человек госпитализированы. В период самоизоляции хорошую работу провел волонтерский штаб для помощи пожилым и маломобильным гражданам. Более 160 волонтеров Карачаево-Черкесии были награждены памятными медалями за бескорыстный вклад в Организацию Общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе», учрежденной президентом России Владимиром Путиным. Методист Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска Ирина Корнева тоже в числе награжденных. Волонтер активно помогала людям, которые из-за эпидемии не выходили из дома. Вместе с другими добровольцами покупала продукты для пожилых и лекарства. Я также покупала продукты за счет заявителя, потому что им было сложно. Либо они боялись уже выходить в связи с этой ситуацией. Я вижу сейчас болеют мои знакомые, знакомые моих знакомых. То, как люди выходят с госпиталей после болезни, не вакцинированные. Им очень сложно восстановиться. И вот у меня в семье все привиты. Все после прививок. То есть это не только мама, но и все тети, дяди. Все приняли решение, что лучше так. И никто не пожалел. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1-6, а в горах до 11 градусов мороза. Днем 6-11 выше нуля и местами плюс 1-6. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, а днем 8-10 градусов тепла. Три причины купить шубу в Вятских мехах. Первое. Низкие цены. Второе. Еженедельные новинки. Третье. Куртка в подарок. Кавказская 42. Напротив ТЦ Панорама. Продолжаем выпуск. Завтра, 3 декабря, в общественной приемной партии «Единая Россия» состоится прием граждан по вопросам системы здравоохранения. Обращения жителей рассмотрят представители Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии, Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения, Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Подробную информацию можно получить по телефону в Черкесске, 20-12-12. Новый детский сад Ясли Марамыс в ауле Хельбургана Базинского региона заработал. Он введен в эксплуатацию для малышей в возрасте от полутора лет. Вместимость дошкольного учреждения составляет 80 мест. Альбина Ламкова продолжит тему. Современный детский сад Ясли Марамыс построен в рамках реализации национального проекта «Демография» в части содействия занятости женщин, доступность дошкольного образования детей. Его площадь составляет 1200 квадратных метров. В нем предусмотрены прогулочные зоны и площадки для игр и отдыха. Музыкальный зал просторный. В нем проводят занятия по физической культуре и разучивают песенки. Знакомство с учреждением оказалось увлекательным. Здесь не просто чисто, но и уютно. Детский сад, в который хочется войти и остаться, или хотя бы провести целый день. В нем расположены четыре группы с комфортными, игровыми и уютными спальнями. Общение с малышами приносит удовольствие. У них эмоции неподдельные. Дети любят то, что им интересно. Рады гостям и с большим удовольствием рассказывают о новом детском саде. Для каждой возрастной категории разработана своя развивающая программа. Мы там кушаем, мы иногда так уходим в зал, танцевать и говорить что-то. В музыкальном зале, игрушки, столики, стульки. Тут мне все нравится. Садик очень просторный, светлый. Здесь комфортная мебель. Очень много игрушек. И наши детишки с удовольствием ходят сюда. Конечно, это долгожданное событие. Администрация района много усилий приложила для того, чтобы это событие состоялось. По словам заведующей, все педагогические работники – творческие люди. Каждый вовремя проходит аттестацию. И самым главным условием работы персонала является любовь к детям и желание подарить им радость, знание и частичку души. В новом здании у всех позитивный настрой. Конечно, первый взгляд деток не сравним ни с чем. Вот эти веселые глаза, свечения, которые загорелись и до сих пор горят, наверное, ни с чем не сравнить. Здание большое, уютное, светлое. А по такому зданию мечтали и коллективы, и детки давным-давно. Еду детям готовят в новом пищеблоке. Используют современное технологическое оборудование. Малышей балуют либо рыбными блюдами, либо мясными. Летом, естественно, будет больше свежих овощей. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Ислам Урумов. Вести Корчаева, Черкесия, Абазинский район. Черкесский на площадке Международного колледжа «Полиглот» прошел круглый стол. По теме семейные ценности народов Карачаево-Черкесии как основа благополучия региона. Участники встречи, эксперты из числа представителей духовенства, правоохранительных структур, сферы образования и общественных организаций обсудили вопросы популяризации Института семьи. Инициировало обсуждение Общественная палата республики. Ахмат Халкечев продолжит. Главная задача Круглого стала выработать стратегию по популяризации традиционных семейных ценностей. Ведь традиции, культура и обычаи любого народа – это тот фундамент, на котором и стоит самоидентичность любого этноса. И основа для дальнейшего его развития. Не зная этих вещей, мы будем развиваться по чужим законам. А зачем нам чужие законы, когда у нас есть свои традиции и обычаи, которые нужно беречь, сохранять и приумножать. Только одной работы по популяризации традиционных семейных ценностей будет недостаточно. Необходимо выработать конкретные механизмы по повышению роли Института семьи, отметили участники встречи. Современный мир быстро меняется, вместе с ним меняется и культура молодежи. Но неприходящие ценности были во все времена. Они хотят по-другому, но подсказать им, как уйти по другому пути, но сохранив вот это все, и мы пока не можем, потому что для нас многие вещи непонятные. И мы их не воспринимаем. Мы все еще надеемся, что старый мир сохранится. Люди уже в космос летают туристами, а мы все еще надеемся. Ну, уже так, как было, не будет. Будет как-то по-новому. Но если бы можно было сохранить то, что мы хотим, и добавить это их креативности, это было бы чудно, конечно. Площадку образовательного учреждения для проведения круглого стола выбрали не случайно. Ведь сегодняшние молодежи за студенческой скамьей уже завтра создавать семьи и воспитывать своих детей. У многих как раз таки не устраивают традиции именно свадьбе, именно свадебных церемониях, потому что для многих сейчас это считается не очень правильным, потому что считают, что технологический прогресс растет, и мир развивается, и таких традиций уже не должно быть. Многие возмущаются по этому поводу. То есть есть в молодежной среде моменты, которые не устраивают молодежь? Да, достаточно их много. Я даже не перечислю сейчас все. В последнее время наблюдается рост разводов, а с другой стороны идет снижение числа зарегистрированных браков. В немалой степени это результат влияния западной культуры, отметили участники круглого стола. Ахмар Халкесчев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. О спорте. Ислам Бердиев из Карачаева, Черкесии завоевал золотую и бронзовую медаль на всероссийском турнире по бразильскому джиу-джитсу. Соревнования проходили в Москве. Тренируют спортсмен Рустам Кемрюгов и Эльдар Саидов. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ключ от всех дверей». Редактор субтитров А.Семкин